20 минут о красивой жизни ярких людях и заметных событиях это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула вы смотрите бьюти тайм продолжаем выпуск на протяжении веков злаки являются если не основой то важной составляющей рациона человека блюда из зерновых есть в каждой национальной кухне а век глобализации и высоких технологий мы открываем для себя новые виды злаковых и новые рецепты с их участием о питательных свойствах этих растительных продуктах особенностях производства и приготовления рассказывают специалист по питанию эндокринолог клиники источник лариса скакун директор по качеству компании макфа надежда килунова и шеф-повар кулинарной студии рататуй алексей шанцевой вообще крупы относятся к углеводам это медленные углеводы наверное сейчас уже всем известно что есть быстрые углеводы медленные углеводы все крупы относятся у нас к медленным углеводам то есть это углеводы которые являются полезны медленный сложный углевод он кроме энергии несет еще массу полезного крупах как в сложных углеводах очень много микроэлементов и витаминов которые усваиваются организмом следующий момент цельное зерно заключено в оболочку которая является клетчаткой и тем самым обогащает наш организм еще и клетчаткой в которой наш кишечник так сильно нуждается то есть это не только источник энергии это еще и кладезь огромного количества полезных микроэлементов веществ клетчатки полезного растительного белка крупы имеют низкий гликемический индекс на уровне 40 50 единиц и таким образом происходит медленное насыщение организма и они правильно у нас в организме распределяется не облагая лишних жиров как мы выяснили больше всего белка и клетчатки содержится в цельнозерновых слаках сверх задача производителей заключается в том чтобы продукт был вкусным удобным в приготовлении и сохранял максимум полезных свойств большая часть сырья выращивается а в алтайском крае этот край славится тем что он очень экологичен дает хорошие урожаи хорошее качество гречихи овса ржи и чменя и так далее производственный процесс изготовления круп достаточно сложные и многоэтапный когда мы у овса убрали оболочку полировали зерно прошлифовали его мы получили овсяную крупу нерезанную цельные овсяные зерна далее идут на изготовление хлопья и вот хлопья как раз варятся по-разному почему потому что они имеют во-первых разную толщину во вторых они имеют разные режимы подготовки гидротермической на производстве то есть воздействие температуры и давления это же энергия углеводы это в первую очередь энергия поэтому категорических запретов на употребление крупы в вечернее время конечно нет но нужно знать помнить о том что если вы следите за своим весом нужно ее потратить и поэтому нужно не залечь с книжечкой на диван или к телевизору нужно все-таки двигаться если обывателю приходит в голову приготовить из мультизлаковых хлопьев в основном только кашу то у шеф-повара в арсенале всегда масса рецептов сегодня приготовим с вами еще одно не менее полезное блюдо называется на смузи-бол да это сейчас достаточно такое модное распространенное блюдо готовит много где и в нашей интерпретации он будет с авокадо арбузом сыром фета вяленой клубничкой и гранолой что нам необходимо сделать в первую очередь для этого йогурт либо сметана натуральный без вкусов без ничего в него добавляем наши злаки добавляем перемешиваем и даем некоторое время постоять чтобы крупа у нас взяла в себя йогурт и стала мягче что необходимо сделать дальше сыр который мы будем использовать а это именно сыр фета нарезаем его на на небольшие кубики дальше клубничку вяленую клубничку прежде немножечко другой нарезкой но лучше сюда будет использовать свежую ягоду дальше арбуз убираем все косточки и нарезаем его кубиком примерно как сыр и авокадо нарезаем его аккуратными красивыми тоненькими слайсами верх у нас готов основа у нас тоже уже готова у нас крупа хорошо разошлась осталось а только все выложить аккуратно выкладываем разравниваем чтобы у нас получилась хорошая площадка для выкладки начинки также характерная черта начинка на смузи бол она всегда должна лежать не смешанная а каждый продукт друг с другом то есть чтобы понимать каждый вкус продукта поэтому выкладывается всегда на сверху аккуратненько и завершение всего этого добавим немножко нашей гранулы ну вот собственно приятного аппетита правильный завтрак важная составляющая рациона человека сочетание хлопьев и сметаны сыра и ягод наверняка поднимет настроение ранним утром и уж тем более разнообразит летнее меню это бьюти тайм программа о том что делает нашу жизнь яркой продолжаем выпуск слова пятилетка хорошо знакомая старшему поколению и почти неизвестное людям молодым сегодня встречается не только в учебниках по плановой экономике и названиях улиц знаменитый план развития народного хозяйства в контексте художественном представила выставка первая пятилетка великие стройки урала это выставка демонстрирует и показывает как раз те годы когда началось вот это вот разрабатывание наших природных богатств и художники которые писали эти картины они видели в этом невероятный азарт не видеть видели победу человека над природой и вот все не таким в таком бодром духе эти произведения созданы потому что человек чувствовал себя действительно победителем а сейчас мы вот как потомки мы можем видеть эту победу и к чему она привела картины создавались столичными художниками которые собирались из-за бригады и приезжали на стройке они изображали реальность они создавали художественную летопись индустриализации нашей страны именно в это время возникла идея соединить урал и сибирь возник уралокузбасский угольнометаллургический бассейн здесь в экспозиции виды строек кроме индустриальных пейзажей здесь представлены портреты это портреты людей которые строили и создавали индустриальную мощь нашего края портреты передовиков производства не всегда отвечали требованиям госзаказа под сильным впечатлением художники писали напряжение боль и усталость в то время как от них требовали изображение счастливых строителей коммунизма по этой причине некоторые картины до наших дней никогда не выставлялись это портреты наших бабушек или прабабушек прадедушек мне кажется очень интересно посмотреть на их лица это то время в отечественном искусстве когда соц реализм еще был живым он был человечным еще не победил идеологический канон поэтому это живые портреты в повседневной одежде повседневных головных уборах у них естественное выражение уставших но счастливых лиц можно узнать какие косынки носили наши бабушки и как одевались наши деды все не вызывают неоднозначные эмоции даже лица людей смотришь на портрет и ты не знаешь что перед тобой за человек образы очень противоречивые потрясающая выставка потрясающую работу особенно яковлеву рентгеной очень качественная картина естественно приятное всегда посмотреть на свою историю это все было меньше ста лет назад при этом ощущается как будто ну другой мир абсолютно когда смотришь на челябинск садку магнитогорск столетней давности как вот бурлива стройка вдохновение есть потому что когда ты приходишь на выставку ну вообще на любой соцреализм и когда ты смотришь как бурлит работа просто с полотен на тебя вываливается вот это вот все ну живая до работа то есть но сподвигает хочется тоже что-то делать не сидеть смотря на эти картины представляешь что очень много лет назад кто-то их рисовал и этот человек ну создал потрясающие работы сейчас я думаю уже настолько качественные работы сложно сделать ну я не говорю что современные как бы художники плохие эти работы намного лучше я считаю а эта часть выставки посвящена работам наших современников точнее современниц лоскутным шитьем или как его называют техникой арт квилд в челябинске занимается центр народного творчества который по удивительному совпадению находится на улице первой пятилетки мастерам было предложено поиграть в первую пятилетку они вдохновились так и плакатами здесь представлен арт квилд он представляет художественное произведение как бы мысль автора то есть здесь мы видим не шиты между собой треугольнички полоски круги а здесь мы видим уже произведение искусства материал не краски и полотно маленькие лоскутики между собой за все годы со времен подвигов бригады бетонщика монахова штукатурщицы резниченко и электрика кондратьева не раз менялись приоритеты и идеалы настоящее время эта выставка кажется очень современной то что тогда было просто реалистичным сегодня оказывает самые противоречивые впечатления от восхищения до ужаса от ясности до полного непонимания кстати знакомиться с выставкой можно по-разному изучить историю родного края понять о ком и о чем пишут художники а можно просто рассматривать картины и ловить ощущения которые возникают в процессе профтерапевтическая клиника формула эндокринология терапия косметология элементология эстетическая медицина на кирова 159 одевайся свободно одевайся легко одевайся с удовольствием сеть салонов европейской одежды стрит-кутюр у нас всегда новые коллекции ждем вас на sony кривой 30 и пушкина 65 вы смотрите beauty time продолжаем выпуск цветы в клинике это и атрибут праздника год работы отделения эко и символ главных виновников торжества таких маленьких но таких важных участников фотосессии и самой настоящей выставки я очень люблю снимать детишек и видимо они меня тоже признают за своего человека поэтому очень много снимаю но детские съемки у меня самые любимые вот мы с мы с моим пацаном работаем очень часто замечательные дети просто замечательные очень открытые активные родители прекрасные очень организованные святые жизни которых так желали папы с мамами появились в оранжерее оборудованной по последнему слову техники благодаря старанию профессионализму репродуктологов эмбриологов и других специалистов экстракорпорального оплодотворения изначально мы себя позиционировали как многопрофильное учреждение которое оказывает всю амбулаторно-поликлиническую помощь включая дневной стационар проблема бесплодия достаточно актуально количество бесплодных пар не уменьшается и поэтому открыли четыре филиала четвертый филиал это клиника эко как дополняющий филиал многопрофильные клиники мы клиническая база двух университетов южно-уральского государственного университета восьми кафедр и факультета фундаментальной медицины челябинского государственного университета поэтому современные эти технологии современные медицинские технологии взаимосвязь с наукой здесь нашей клинике но уже родившихся именно более 50 человек за год это обычно такие же дети это обычные беременности получаются обычные детки судя по последним исследованиям немножечко более здоровые и умные потому что все таки это детки скажем так желанные пациенты очень хорошо обследованные и выбираются когда мы переносим наиболее качественные красивые и здоровые теперь уже можно выбрать эмбрионы первому в мире ребенку из пробирки 25 июля исполняется 41 год британка луиза браун сама уже дважды мама а за те годы что методику практикует в челябинске достигли профессиональных высот наши специалисты и более совершенным стало оборудование есть планшетные инкубаторы они мульти газовые то есть позволяет создать среду которая оптимальна для культивирования эмбрионов то есть она приближена к те кто среди которая находится в организме у женщины новое оборудование для икси манипуляции то есть мы проводим очень быстро в течение несколькими минут оплодотворения создана крио банк который которым поддерживается постоянная температура то есть не меняется климат из-за этого более стабильная температура креодиара все это в комплексе позволяет нам создать очень хорошие условия для нашей работы и культивирования эмбрионов за всеми этими сложными научными процессами всегда много простых искренних человеческих эмоций здесь и отчаяние и надежда и волнение и радость и самое настоящее счастье которое порой невозможно описать словами вы смотрите бьюти тайм красивые подробности красивых событий формате ноу-коммент завершение выпуска а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok